Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Для юных жителей со всего края в Центре охраны материнства и детства смогут проводить сложные компьютерные обследования. На ощупь по пути в школу. Почему в барнаульском поселке много лет освещаются только 2 из 20 улиц? Белый металлический, степной и благородный. Что стоит ждать от года быка аграрному региону? Причины высокой смертности от коронавируса в Алтайском крае будут оценены на федеральном уровне. Об этом сообщил полпредпрезидента по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло во время пресс-конференции по предотвращению последствий пандемии в регионах Сибири. Напомним, с сентября по ноябрь этого года во время второй волны коронавирусной инфекции в Алтайском крае резко пошла вверх не только заболеваемость, но и смертность. Она остается высокой. И сейчас, когда пандемия, по официальным данным, стала несколько снижать обороты, число умерших сегодня доходит до 16-17 за сутки. Как заявил Миняйло, у него нет претензий к защитным мерам, принимаемым властями Алтайского края. Но еще предстоит дать комплексную оценку причинам высокой летальности от ковида с учетом населения края старше 65 лет и распространения у жителей региона хронических заболеваний. Такой анализ делается не только на уровне Минздрава региона, но и на федеральном уровне. И эти данные по окончанию года будут, и соответствующие решения и меры будут приняты. В детской краевой больнице появилось дорогостоящее оборудование, благодаря которому можно не только вовремя заметить болезнь, но и сохранить время. Раньше в медцентре не было своего аппарата КТ. Маленьких пациентов отправляли в другое учреждение, где они ждали свою очередь. И иногда это время затягивалось на недели. Что изменилось сейчас, расскажем в сюжете. На новом аппарате МРТ в детской краевой больнице ежедневно проводят более 10 исследований. И, к сожалению, ежедневно здесь как минимум у одного ребенка подтверждается рак. Здесь МРТ проводят даже тем, кто несколько дней назад появился на свет. Мы смотрим прям новорожденных под анестезиологическим пособием, если это нуждается. Кроме того, у нас оборудован аппарат вентиляции легких для пациентов, которые из реанимационного отделения. А это аппарат КТ. Стоимость более 60 миллионов рублей. В больнице появился в начале декабря. И это единственный КТ-аппарат для детей в Алтайском крае. Щадящая доза препарата позволяет сделать процедуру с контрастированием безопасной для ребенка. Сложно поверить, но еще недавно, казалось бы, быстрое обследование затягивалось на несколько недель. Пациентов приходилось отправлять на КТ в другие учреждения. Своего оборудования не было. Терялось время, которое так важно для онкобольных. Оно позволяет более быстро произвести исследование, в отличие от МРТ. На МРТ пациент должен лежать от 20 до 40 минут в зависимости от исследования. Здесь время сокращается на несколько минут. То есть от минуты до пяти минут мы можем сделать исследование. А это тоже новинка для больницы. Оборудование для реабилитации маленьких пациентов, которые в свои годы уже перенесли взрослые болезни. Инсульт, серьезные травмы. Многие из них теряют двигательные навыки, которыми когда-то владели. Пускается она вниз, видите, так и поднимается она сверху. Мы подняли вверх, все поставили, и она входит, чтобы ребят не упала. Важно, тренировки проходят в игровой форме, что хоть как-то может поднять настроение детям на, казалось бы, скучных занятиях. И что важнее всего, скоро Соня и Андрей перешагнут порог больницы в равновесии и с твердым шагом. Елена Макаренко, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В регионе создают центр по борьбе с интернет-мошенниками. Новое ведомство будет заниматься проблемами кибератак и спама. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр цифрового развития Евгений Зрюмов. Правда, в основном он говорил о цифровизации государственных услуг. Более 900 соцобъектов края подключат к интернету в следующем году. Региональный проект «Информационная инфраструктура» реализуется уже два года и 2021 завершающий. Особое внимание было уделено скоростному интернету в школах. Здесь мы также движемся по этому пути и у нас остается к подключению планово чуть больше 300 школ в 2021 году. И мы их, конечно же, исполним. Нам понятно, как реализовывать его. И я думаю, что будет в полном объеме доступен интернет для школьников. Если мы говорим про городские школы, это 100 мегабит в секунду скорость. Если говорим про сельсии школы, в соответствии со стандартом, это 50 мегабит в секунду. Дорога в школу в кромешной тьме и не где-то в глубинке, а в краевой столице. Жители барнаульского поселка Новомихайловка бьют тревогу. Уличное освещение есть только на двух из 20 улиц. Судебные тяжбы с городскими властями длятся не один год, но в поселке от этого светлее не становится. Почему и может ли ситуация измениться, расскажет Никита Ермаков. А мы вынуждены добираться к кромешной тьме. Дети ходят. Сегодня хорошо морозно, но нету ветра. А когда буран, то дороги не видно вообще. Вот так буквально на ощупь юные жители поселка Новомихайловка добираются в школу и обратно. И так уже много лет жалуются люди. На просьбы властей провести наконец освещение ответ один. Обращайтесь в суд. Семь лет назад по программе развития сельских поселений в качестве эксперимента и проверки работоспособности проекта провели освещение на двух улицах. Центральной и Школьной. На этом электрификация городского поселка завершилась. Ни одного фонаря по улице Нагорной. Только единственный частный дом, где человек освещает себе двор. Однако Новомихайловка не единственный плохо освещенный участок в Барнауле. Так, в потемках, в черте города приходится добираться от остановки до школы и обратно. Одной из таких точек служит улица Чернышевского. И только Луна – единственный спутник пешехода. По словам ответственных сотрудников мэрии Барнаула, полностью освещена только половина городских дорог. Но постепенно светлых улиц становится больше. Для этого вот уже пять лет подряд выделяют средства по муниципальной программе, которая завершится к 2025 году. В этом году в Барнауле, к примеру, проложили порядка шести километров электросетей на 9 миллионов рублей. Список улиц, где тьма должна рассеяться, в следующем году обещает включить и Новомихайловку. В 2021 году запланированы работы по разработке проектно-сметной документации строительству ЛНО по улице Алмазная от дома номер 10 до улицы Бирюзовой. Участка автомобильной дороги от дома номер 12 по улице Изумрудной до дома номер 10 по улице Алмазной. В 2022 году по улице Молодежной от дома номер 34 до Павловского тракта. В общей сложности нужно 18,5 миллионов рублей, чтобы осветить основные улицы поселка. Деньги нужны на 8,5 километров линии наземного освещения, которые еще нужно подключить. В ноябре жители уже жаловались, что в поселке поставили фонари, но подключи, к сожалению, забыли. Остается надеяться, что в следующем году эти фонари все-таки заработают, а включение поселка в санитарно-охранную зону аэропорта не помешает строительству электросетей. И дети в 21 веке смогут безопасно ходить в школу. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком. 2020-й стал юбилейным годом с момента появления природного газа на Алтае. Ровно 25 лет назад в нашем регионе зажгли первый символический факел и подали топливо на шинное производство. В этом же году Алтай получил рекордное финансирование на строительство газовой инфраструктуры. Об итогах уходящего года продолжим. Голубое топливо заходит в новые дома. В этом году компания «Газпром» газораспределение Барнаул запустила газопроводы в селах Красный Яр. Шульгинка, Точильная, Санниково, Первомайская, Бобровка, Б-Ключи, Кашкарагаиха. В Новоалтайском плодопитомнике в поселке Кировский и Белокурихе. Наконец-то два населенных пункта нашего района получили возможность получать природный газ. В районе действует программа газификация советского района. В рамках этой программы в этом году у нас проектируются две модульные котельные в селе Советском. И на 2021 год планируется проектирование тоже двух модульных котельных в селе Красный Яр. В компании уверяют, это только начало. В этом году руководство региона подписало договор с головным офисом «Газпрома» на рекордное финансирование. 59 миллиардов рублей компания инвестирует в том числе в строительство магистральных газопроводов в Дорибрехе, Рубцовска и Славгорода. Освоение средств рассчитано до 2025 года. Получается, Алтайский край самый финансируемый со стороны «Газпрома» регион на ближайшие пять лет. При общем объеме программы на этот период «Газпрома» большого 500 с чем-то миллиардов рублей, практически 10% – это Алтайский край. Это очень значимо для нас. Я приглашаю здесь коллег к газификации за счет собственных ресурсов, привлекать и предприятия, и различные организации, в том числе промышленные и так далее. Сельское хозяйство имеет большие преимущества при переходе на ту же сушку зерна за счет природного газа. Это гораздо дешевле. Именно с подведения газа на производстве и началась газификация региона. В этом году исполнилось ровно 25 лет с момента, когда на шинном комбинате зажгли первый символический факел и газ подключили к производству на Алтае. А раньше это как на угольном? Да, да. И представляете, вот это вагоны, это шли с углем. Но когда пришел у нас газ, мы, конечно, вообще стали чище намного. И вообще экологически чистый поток, и все окрестности, все гораздо чище стало. Воздух и все. И сейчас в уже подключенных населенных пунктах ждут новых абонентов. А тех, кто уже подключен, в преддверии наступающих праздников просят соблюдать базовые правила. Не допускать в морозы обмерзания дымоходов, не монтировать и не чинить газовое оборудование самостоятельно. А в случае утечки газа не включать электроприборы и немедленно звонить специалистам. И, конечно, своевременно вызывать профессионалов для проведения диагностики газового оборудования. Тогда праздники ничто не омрачит. Хочу пожелать жителям Алтайского края, самое главное, здоровья, тепла, комфорта, ну и движения вперед, развития региона. Задача нашего предприятия, чтобы с помощью газификации, с помощью развития газотранспортной системы, регион был более привлекательный и для туристов, и для бизнеса, чтобы мы это все чувствовали и гордились нашей родиной малой. Рубцовск посетил руководителя Алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн. На встрече с городоначальником он обсудил проблемы города и его жителей. Руководитель регионального отделения ЛДПР Максим Крайн и его первый заместитель Даниил Бондарев прибыли с рабочим визитом в канун Нового года. Первым делом они провели встречу с главой города Дмитрием Фельдманом. На ней обсудили работу местного отделения, взаимодействие мэрии с депутатами фракции, а также возможное решение вопросов, с которыми к партийцам обращались и жители Рубцовска. Встреча прошла конструктивно, мы обсудили с главой ряд текущих опросов и планы работы на 2021 год. После Максим Крайн и Даниил Бондарев встретились с председателем городского совета Василием Курганским. Основной вопрос повестки – работа фракции ЛДПР в Рубцовском горсовете. Курганский оценил ее положительно. Мы поговорили о каждом депутате, мы договорились с ним о прямых контактах в случае необходимости, если я не смогу или не сумею порешать что-то с фракцией. Ну а самое главное, мы пришли к общему понятию. Фракция – это объединение, которое должно исполнять в первую очередь партийную дисциплину, дисциплину фракции, сессии, устав города. Еще одна встреча с руководителем местной фракции ЛДПР Владимиром Овчинниковым. В центре внимания – текущая работа либерал-демократов и планы фракции на 2021 год. По завершению визита Максим Краин посетил школу имени Пушкина. Всех присутствующих он поздравил с наступающим Новым годом. Детям по поручению депутата Куздумы Елены Строковой вручил новогодние подарки. В начале 2021 года в Крае планируют обучать персонал гостиниц и отелей общению с иностранцами. Порядка трех тысяч зарубежных гостей Барнаул должен принять на международном турнире по гребле на Байдарках и Каное уже в мае. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник управления Края по развитию туризма Евгений Дешевых. Он также отметил, что сфера туризма этот год пережила с большими сложностями. Так, по направлениям для иностранцев продажи туров снизились на 35-40%. Но в целом в течение года отрасль переориентировалась на развитие круглогодичного отдыха. Один из подвидов – тур выходного дня, он же «Сити Брейк», который сейчас в регионе набирает популярность. Продолжится развитие и зимних видов спорта, в том числе горнолыжного. Которые бы включали различные активности, в том числе катание и на лыжах, и на коньках, и на тройках, на снегоходах, зимнюю рубалку, охоту и многое другое. Юные футболисты со всей Сибири съедутся в Бийск на предстоящих праздников. В Новгограде пройдет традиционный рождественский мини-турнир на призы Константина Гарбуза. Несколько команд будут представлять на нем и Барнаул. На тренировки одной из них накануне побывал мой коллега Андрей Дреер. Он оценил настрой юных спортсменов. В футбольном клубе «Патриот» мальчишек набирают с нулевым уровнем подготовки и начинают набор с 4-х лет. В ВИС поедут дети, которым по 8-9 лет, чтобы встретиться с командами из Горноалтайска, Томска, Абакана, Красноярска и своими соперниками из Барнаула, с которыми встречались уже неоднократно. А вообще часто вы играете против чужих команд? Ну, сейчас да, потому что сейчас мы в Лиге Бро больше всего. У нас игры идут. Суббота, воскресенье у нас у детей игры. В темпе проходят Перенц, Лига Бро, постоянные игры. Перенц города Барнаула. Так что дети, которым еще нет и 10-ти, постоянно в тонусе. Плюс к тому, что почти каждые выходные ребята играют против других барнаульских команд, ездят на соревнования, они еще и проводят по несколько тренировок еженедельно. Клуб развивается, здесь готовы принимать новых детей. Мы рады каждому ребенку, который придет к нам в клуб и будет заниматься, развиваться. Футбольный клуб «Патриот» в целом является одним из самых у нас социальных клубов футбольных в городе Барнауле. Мы занимаемся с разными футболистами, с разными детьми от 4 до 14 лет у нас воспитанники. Уже в рождественские каникулы клуб будет играть на турнире по футболу на призы Константина Гарбуза. В Бийске они уже не в первый раз. Дважды привозили серебро, но еще ни разу не уезжали с первым местом. А теперь готовы дать бой. Выбор бюджет! Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Предъявите ваши документы и новогодние настроения. В Барнауле сегодня прошла акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники ГИБДД поздравляли водителей города. Девочки, девочки, подари. Держи, им тебя. Мы сегодня остановили вас не просто, чтобы проверить документы, а для того, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать безаварийных дорог, чтобы вы также соблюдали правила дорожного движения и подавали пример для других участников дорожного движения. Водителям напомнили о необходимости пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим, пристегивать ремни безопасности и не употреблять алкоголь перед поездкой. Тем более впереди долгие каникулы и застолья. Все, кому сегодня посчастливилось встретить полицейского Деда Мороза, получили подарки. Мы хотим этой акции поднять настроение участникам дорожного движения. А хорошее настроение – это, как правило, водитель будет вести себя на дороге аккуратней, спокойней и будет меньше аварийных ситуаций. Прощай, крыса! Здравствуй, бык! Согласно восточному календарю, наступающий 2021 год пройдет под знаком белого металлического быка. Многие уверены, что особенности характера поведения этого животного отразятся и на том, каким будет следующий год. Илья Кочетков решил узнать мнение об этом у тех, кто знает все о быках не понаслышке. Знакомьтесь, барнаульский бычок Яша. Совсем недавно он был безымянным в большом стадии одного из хозяйств края. Теперь же постоялец зоопарка. И хотя бирка на ухе осталась, отныне у него есть имя собственное. Его окружают особой заботой и даже украшают. Директор зоопарка Сергей Писарев в преддверии года быка познакомился с Яшей поближе и уверяет, он идеальный бык прямо олицетворение символа наступающего 2021. Бык, обратите внимание, он спокойный, он уверенный, он уравновешенный. Это не год крысы. И мне очень хочется, чтобы этот год действительно был вот такой же красивый, здоровый главное. Посмотрите на него, какой он мощный, здоровый. Это сегодня самое-самое главное. Кстати, это первый бык в барнаульском зоопарке. Но Сергей Писарев пообещал, что скоро у Яши может появиться подруга. А в самом зоопарке уголок, посвященный животноводству региона. Сергей Князев, директор краевого центра сельхозконсультирования, признает. Алтайскому краю есть чем гордиться в этом плане. Разведение крупного рогатого скота – одна из фишек региона. Причем мясных пород не меньше, чем традиционно молочных. А названия для неспециалиста звучат даже экзотично. Гирефордская, казахская, белоголовая. Кстати, Алтайский край – один из лидеров поставки, так сказать, генофонда КРС. Для улучшения породы, говорит специалист, периодически закупают быков из-за рубежа с целью разнообразия генетики. Стоимость одного такого иностранца порой превышает полмиллиона рублей. Не может один папа быть на всю нашу большую алтайскую семью наших животных. Естественно, должны быть разные линии, разные направления. Край сыродельный, сыродельческий. Соответственно, большая тема на сегодня – это получать от этих быков такое потомство, которое бы, допустим, коровы давали больший выход сыра, то есть более качественный. Это очень важная, интересная тема, которой еще нам в будущем предстоит по-серьезному позаниматься. Наряду со специализацией алтайские бычки, впрочем, как и коровы, традиционно выносливые, продуктивные и, конечно, красивые. Что же до особенностей характера, специалист говорит, как любые живые существа, тысячелетия, живущие рядом с человеком, их характер напрямую зависит от отношения к ним хозяина. Так что на вопрос, каким будет год быка, отвечает, это напрямую зависит уже от самих людей. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях. Участвуйте в обсуждениях, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.